И так, ну что ж, Ареру, мои маленькие любители, покушать, и это великолепное Факторио с модом на Кроссторио 2. И как я люблю это говорить, и всегда об этом говорю, за кадром произошли какие-то гигантские, колоссальные, невообразимые изменения, и вообще практически наша база продолжает строиться и развиваться. Вот так вот сейчас наша база выглядит на карте, вы можете видеть то, что я расширил, в принципе, вот это вот сеточное производство, которое у нас здесь организуется, добавил много новых цехов. Здесь у меня добавлен цех с деревом, здесь, соответственно, с микросхемами, здесь у меня сделаны красные микросхемы, выведены, для этого здесь сделаны обычные электронные компоненты, в принципе, те технологические цепочки, которые мне и нужны были. Но просто пиком всего этого производства, которое здесь организовывалось, была вот эта вот система, а именно это так называемый МОУ, как ни странно. Да, я его перенес вот отсюда, и главное, он здесь у нас есть, здесь у нас стоят буферные сундуки, больше они не разбросаны по всей базе из-за ненадобностью, и просто все организовано, мне кажется, наилучшим образом. Я сделал здесь все практически такой же системой, как и в сетке создания, то есть также по рядам у нас идут различные рецепты, создаются и также складируются в сундуки. Это, конечно, супер, замечательно, но не об этом сейчас. Также я очень рад, что я здесь за кадром начал производство колбочек типа AAA, то есть вот эти вот самые у нас стоят здесь квантовые компьютеры, которые эти самые колбочки производят. Для них нужны были, и нам не хватало, только вот двух вещей, это получается литий-ионных аккумуляторов, которые успешно здесь у нас уже производятся, где-то вот здесь вот на линии, но они производятся в таком маленьком количестве, но даже этого количества вполне хватает на то, чтобы содержать вот эти вот самые квантовые компьютеры. Не хватало также и вот этого вот самого производства с иммерситом, а именно с иммерситовыми шестернями. Благодаря тому, что на линии у нас есть теперь эти пластины, соответственно, здесь есть шестерни, которые делают микросемы типа ААА. И таким образом у нас здесь есть поезд, который все то, что нам нужно, доставляет необходимые нам исследовательские лаборатории, и они здесь уже успешно изучают. Пока я все это изучал, я успешно уже открыл практически все технологии, которые были у нас в игре, осталось всего каких-то две строчки. У нас, получается, остались лишь одни карты, которые мы не изучили, и они открываются как раз-таки после карт типа ААА. Я мог бы сделать эти карты, на самом деле, еще и в прошлой серии, и решил не вносить это на эту серию, только потому, что это по факту ничего нового в этом нет, все это мы уже с вами делали, и это была бы просто пустая трата времени. А сейчас у меня уже все необходимые изученные технологии есть, и у нас уже все готово к новому свершению. Правда, есть парочка еще нюансов, конечно, для карт типа АААА. Я вижу то, что тут не хватает очень сильно электродвигателей, которых у нас, к сожалению, нигде нету почему-то. Хотя, как бы, вот они есть, и они здесь производятся, но почему-то их все равно не хватает. К желанию, я думаю, можно сделать электродвигатели где-то на отдельной ячейке, и с этим особо не париться. Также я на отдельной ячейке хотел бы сделать здесь литий-ионные аккумуляторы. Для этого я уже все давно подготовил, здесь уже все есть для этого, и этим мы с вами как-нибудь дозаймемся. Для начала, благодаря тому, что я много чего исследовал, у меня много чего нового появилось. Например, приборы ночного зрения, третьего уровня, экзоскелеты и все изучения практически максимальных уровней. И, как вы понимаете, к сожалению, мне начинает не хватать нашей силовой брони второго уровня. Хотя, даже несмотря на то, что у меня тут обновились и щиты, и персональные турели, все равно этого маловато. Нам игра позволяет создать новый тип брони, именно третий тир, синенький такой, замечательный, и для него практически у нас уже все есть. Для него у нас уже производятся вот эти вот блоки управления энергией, которые почему-то куда-то забираются резко. Но я бы хотел, чтобы они мне сюда вот приносились. И я погляжу, то что этих блоков управления энергии кардинально нам не хватает. Их нужно делать либо больше, либо еще как-то. Для них, в принципе, все то, что нужно, уже есть. Так что давайте еще расширим. Я понимаю прекрасно, что вот так вот делать это неправильно. Неправильно это все делать на моле. Нужно бы по-хорошему сделать отдельное для этого производства, но в качестве резерва, я думаю, нормально получится у нас это все. Так что пускай это здесь существует. Ладно, рано или поздно мне это создаться. И для продвинутой брони нам осталось только улучшение скорости и эффективности. Они у меня тоже здесь делаются. И уже успешно созданы. И остались мне только блоки управления энергией. Для этого нужно подождать, когда они накопятся. Ну а пока они копятся, я предлагаю здесь заняться с вами все-таки производством литий-ионных аккумуляторов. В промышленных масштабах. Не то, что у нас было раньше, какие-то две дряхлые станции. Это вообще не дело. И как я уже говорил, оно будет здесь у нас примерно организовано. Так, ребят, я забыл совершенно то, что у меня доступны большие дрон-станции. А почему мы их до сих пор не используем? Никто мне не скажет же. Они у меня делаются на моле. И у нас доступны тут еще и превосходные длинные манипуляторы, которые я давно использую. Которые тоже у нас крафтятся достаточно легко. И они просто без безумия классные, если посмотреть. Размер пачки 1 плюс 11, в то время как у пакетников тоже 1 плюс 11. А в чем же они тогда классные? А в том, что такие же манипуляторы есть еще и длинные, длинные фильтрующие и обычные фильтрующие. А вот в чем прикол. Так, мы отклонились с вами от темы. У нас литий-ионный аккумулятор. Литий у меня здесь есть, медь у меня здесь есть. Они успешно выведены. Осталось мне лишь только сделать необходимые расчеты. Впервые за все время я хочу как раз использовать эти самые продвинутые химические заводы. По идее нам нужно 14 заводов для того, чтобы нормально производились эти самые литий-серные батареи. Я решаю здесь немножечко отойти от концепции 14 этих заводов в пользу немножечко другого варианта производства. Моя схема должна выглядеть вот таким вот образом. Здесь получается у меня идет единая линия синих конвейеров, которая будет поставлять ресурсную базу в наши химические заводы. И я не могу не нарадоваться этим переносным длинным конвейерам, которые позволят нам одновременно захватывать все это безобразие и этим химическим заводом, и этим. То есть у нас будет одинаковая, по идее, скорость захвата полностью вот этих вот химических заводов. И мне не нужно ничего тут дополнительного умудрить. Этих химических заводов я здесь потом размечу поболее. Как только у нас не будет проблем с подводом сюда ресурсов, и как только у нас основные проблемы иссякнут. Ну или как минимум, когда я выясню все необходимые проблемы, которые могут здесь возникнуть. Ну и вывод я также через эти продвинутые манипуляторы организовываю, и с этим тоже проблем нет. Сейчас делаем сюда подводку серной кислоты, которая, по-моему, у меня тоже дополнительно производится на отдельном цеху. Вот она здесь у меня дополнительно производится. Здесь у меня есть отдельное производство серной кислоты и отдельно серы. Для нужд вот здесь вот этого динамита, но об этом чуть попозже. Кстати, вот для этого всего безобразия мне пришлось вот здесь вот сделать и организовать производство попутки. То есть такую же нефтяную базу, как было у меня здесь вот организовано. Ну почему было? Оно и сейчас как бы есть, но это мало, и здесь вот производство гораздо больше. Здесь мне пришлось гораздо больше производства всякого организовывать. Ведь у меня база жрет попутки, просто какие-то конские масштабы. Ладно, не об этом сейчас. Сейчас мне в приоритете вывести литий и медь на нашу линию. Серная кислота у нас пошла. Пошла в эти самые продвинутые химические заводики. И у нас прошли с невероятной скоростью производиться эти самые литий-ионные аккумуляторы. Пока это мы так и оставляем, пусть это у нас все заполняется. Батарейки загрузка станции у нас готова. И делаем так, что она сработает, как только у нас сработает. Теперь же мне нужно будет организовать где-нибудь в другом месте потребление этих самых батареек. То есть мне нужно будет здесь сделать вывод в дальнейшем, но это будет после. Сейчас же я хочу первым делом, в приоритете, все-таки наконец-то сделать вот эту вот самую модульную броню третьего уровня. Уже давно эти блоки управления энергии до меня донеслись. Сейчас это все пойдет работать, и мы займемся тем, что будем увеличивать количество модульной брони. У нас есть, конечно, вот эта вот фиолетовая броня четвертого уровня. Но для нее нужны новые продвинутые карты. Хотя я не вижу ничего плохого в том, чтобы их начинать когда-нибудь производить. И в принципе начинать двигаться к этому. Но я бы сначала разобрался еще с картами типа А. Ведь их все-таки у нас меньше, чем хотелось бы. Для карт типа С, потому что у них как бы символика С есть, нужны заряженные стабилизаторы материи. Ядра ИИ у нас уже успешно давным-давно производятся, а вот заряженными стабилизаторами я никогда не занимался. И в принципе можно будет сейчас этим и заняться. Так, броня у нас крафтилась. Инвентарь у меня тоже расширился, и это замечательно. И хо-хо-хо-хо, я думал она не сильно расширится в плане ячеек. Но посмотрите, по сравнению с тем, что было, у нас предыдущая 8 на 8, а это 10 на 10. И вот такой вот гигантский прирост. Все то, что у меня было там, я загрузил сюда. У меня еще места дофига осталось. Куда столько? Что я еще могу сюда поместить? Еще куча персональных пулеметрных лазерных защит. Но блин, зачем? Ну так, давайте все-таки ближе к делу. Если мы хотим карты типа S, то нам нужны вот эти вот стабилизаторы материи. Это иммерситовые платы и блоки управления энергией. Я все-таки предлагаю блоки управления энергией внести в приоритет и заняться ими где-нибудь на блоке. То есть, допустим, зарезервировать себе вот этот блок, для того, чтобы на нем производить блоки управления энергией. Ведь они нам сейчас потребуются в гигантских масштабах и количествах. В любом случае, они потребуются на производстве. И если их будет чуть больше, чем нужно, ничего страшного в этом нет. Для блоков управления энергией нам как раз нужны литий-серные батареи, электронные компоненты и конструкции малой плотности. Ага. Так, а вот это я не подумал. Нам нужны конструкции еще. А для конструкции, к сожалению, у меня здесь ничего интересного нет. Значит, сначала будем заниматься конструкциями. Как раз те дела, которые я должен был сделать за кадром, которые я не сделал. И мы поэтому будем делать их сейчас в серии. В принципе, это, наверное, познавательно. Но не знаю, насколько это будет интересно. В принципе, мы будем сейчас заниматься примерно тем же, чем я занимался за кадром. Для конструкции малой плотности нужны медные пластины, стальные плиты и пластмассовые бруски. Ой. Все порозовело, посмотрите. Я так понимаю, включился прибор ночного зрения. Хорошо. Я думаю, писать здесь аббревиатуру как КМП. Это более-менее хотя бы нормально. Мете сюда делаю, получается. Здесь также мне нужно организовать пластмассу. И также мне понадобится один для стали. Все, остальные порты я по аналогии сношу за ненадобностью. И между прочим, я думаю, то, что конструкции малой плотности мне понадобятся в больших масштабах. И в будущем мне также нужно будет, я думаю, и это уже за кадром, здесь сделать блоки управления ракетой. Несмотря на то, что как бы я их здесь увеличил, но их все равно маловато. И нам не хватает их для запуска ракет. И это крайне меня не устраивает. Уважаю эти нечастные случаи, когда получается, случайно попадаешь под поезд. Здесь просто великолепно. И передать словами, как я безумно рад, что я теперь могу конструкции малой плотности собирать с двух конвейеров. Благодаря вот этим превосходным манипуляторам. Я, наверное, буду им радоваться до самого конца игры. Это просто самое лучшее, что придумала игра. Особенно вот эти длинные превосходные манипуляторы. Это просто же сказка на самом деле. Так, это получается 10 штук этих самых конструкций малой плотности. Но этого мало. Нам нужно больше, нам нужно их хотя бы здесь 40 штук разместить. По расчетам, если им верить, то все верно. И у нас здесь именно такое количество необходимого всего безобразия, насколько это все необходимо. И теперь это все должно подключаться просто вот сюда вот банально. Если верить расчетам, их здесь можно разместить гораздо больше. Ну то есть до конца влезет. Но я почему-то не хочу этого делать. А просто расширяться буду вот в эту сторону. У нас уже первые компоненты малой плотности здесь успешно собираются. И раз это замечательно так работает, то надо бы еще расширяться. Я думаю, примерно столько мне хватит по производству. Нужно лишь организовать основные моменты. По идее, я здесь даже немножечко увеличу дронстанцию. Но, блин, я опять использую с вами старые устаревшие дронстанции. Интересно поработать с новыми. Давайте их здесь разместим. Ну, хотя бы в пробном варианте попробуем, как это все будет. Если вдруг что, то заменим, конечно же, исправим. Я, конечно, здесь намудрил. Мне вот здесь вот очень не нравится узел, который здесь у меня образуется. Ну, ладно, если что, потом поправим. Между прочим, большие дронстанции мне здесь уже добавились. И да, они реально большие. То есть она буквально одна всю эту цепочку охватывает. И нужды вот в этих вот абсолютно никакой нету. Пусть она здесь стоит, как бы она особо не мешает. Возможно, потом я по центру просто каждый буду ставить нечто подобное. Но это будет в будущем. Я всю систему подключил. Вся система работает. И даже весь у нас выход здесь успешно работает. Все ресурсы сюда ездят. Все это работает. И замечательно. Я пока все это строил, я уже забыл совершенно, что я хочу. Блоки управления энергией. Давайте вот здесь вот это все организуем. Как раз вот здесь четыре входных элемента. И поехали. Неожиданно. Оказывается, в этой дронстанции еще гигантское количество для дронов есть. Я бы сказал, что это очень приятный бонус. Я что-то немножечко начал планировать всю эту систему. И офигел от количества ресурсов, которое здесь нужно. Но с другой стороны, это для бесперебойного производства ресурсов нужно все это. Даже не знаю, 72 завода с конструкциями. А у меня здесь их 160. Но что-то как-то все равно сложновато. Это всего 6. И это для 0.1. Пожалуй, я сделаю 8 заводов. Я думаю, этого вполне хватит. Но хотя у меня ресурсов, по идее, хватает и для большего количества. Но я сделаю пока что 8. Если что, расширимся. Это не проблема, я думаю. Нам же главное здесь сначала все организовать. По идее, готово все это введено. Все это вывезено сюда. Мне не хватает лишь одного ингредиента. Это вот этих самых компонентов. Которые здесь копятся. Но слишком медленно. Всего у нас готово здесь 50%. Для того, чтобы хотя бы один поезд сюда съездил. Но, к сожалению, с компонентами я ничего сделать абсолютно не могу. Только увеличивать и наращивать производство. Но я думаю, это сделаю потом. Я вижу, тут у нас проблемы по батарейкам. Которые у нас здесь не загружаются почему-то. Они у нас делаются. Делаются. Быстро. Ну, приемлемо, я бы сказал. Но значит, проблем быть не должно. То есть, рано или поздно у нас все это загрузится. Не пережевываем за эту тему. Но главное, у нас пошли вот эти вот электронные компоненты в автоматическом режиме. А не в тех маленьких масштабах, что было до этого. У нас сейчас, в принципе, пошла вся база работать. Ибо большую часть времени она находилась в простое до этого. И то, что она пошла работать, это, несомненно, хорошо. Но у нас есть куча с этим связанных проблем. Во-первых, гигантское загрязнение, которое у нас здесь при этом всем выросло. И, соответственно, все вот эти вот нехватки компонентов, которые у нас здесь безобразным образом организуются. Мы все равно здесь особо сделать ничего не можем, кроме как нарастить вот этих вот компонентов здесь. Но я думаю, сейчас этим заниматься не стоит. А стоит сделать небольшие стабилизаторы материи нам с вами. А потом из них каким-то образом сделать заряженные стабилизаторы. Попробуем сейчас с вами это все организовать на моле. Стабилизатор материи. У нас для него все есть. Даже блоки управления энергией. Замечательно. Но, по-моему, для того, чтобы из них получить что-то более отдельное, нужны специальные заряжатели. Или как они называются. Вот, станция заряда стабилизатора. Она маленькая такая? Я просто хочу посмотреть, как это все работает. Туда просто кладутся стабилизаторы материи. И они, по идее, просто должны здесь заряжаться. Опа. Так. Загрузилось. И просто они заряжаются и становятся стабилизаторами. Но вообще, если посмотреть, то да. Мы находимся в большой-большой непросветной ситуации. Ведь нам, по факту, нужно гигантское количество блоков управления энергией. Именно 120 штук. Ну ладно, не 120, а если мы поменяем на зеленый, 72. Чуть поменьше, хорошо. А мы с вами их разместили всего 8. По сравнению с тем, что нам нужно, это нет ничего. И вот такого цеха, я предполагаю, нам нужно будет создать еще один. Только тогда у нас нормально все получится. Но тогда встают нам сопутствующие вопросы. Хватит ли нам стали? Хватит ли нам пластика и меди? Я уже наблюдаю гигантские проблемы с медью. А именно с ее ресурсной базой. У нас здесь, в принципе, не хватает просто переплавки. И именно скорости переплавки по какой-то причине. Причем непонятно мне, почему именно. Мне нужно будет еще один гигантский цех вот такой же разместить. Где-то вот здесь вот. И от этого нам нужно будет плясать и начинать производить все наше необходимое безобразие. 864 завода конструкциями малой плотности. А я напомню, что у нас их 160. Какие-то очень несопоставимые вещи. Но я думаю, это все мне предстоит за кадром все это расширять. А сейчас же я хотел напоследок ролика осветить последнюю тему, которая у нас здесь организовывается. А именно я уже начинал об этом говорить. Но просто не довел дело до конца. Я здесь соорудил и сделал поезд, который у нас занимается именно артиллерией. То есть для этого мне пришлось здесь сделать, как я уже говорил, серу. Сера у нас сюда доставляется. Вода доставляется. Уголь. Из угля серы и воды делаются взрывчатки. Взрывчатки у нас тоже грузятся. А из взрывчаток у нас делаются простые артиллерийские патроны. Из уже простых артиллерийских патронов у нас должны, по идее, делаться с помощью еще и радаров. Вот эти вот улучшенные артиллерийские патроны, которые как раз у нас стреляют вот эти вот артиллерийские вагоны. И по моей указке, благодаря пульту управления артиллерией, они могут стрелять куда угодно. У них, конечно же, есть радиус действия. И благодаря вот этой вот, в принципе, артиллерии, которая у нас, в принципе, не стационарная, а имеет свойство передвигаться, у нас все успешно работает, функционирует. Вот эти вот жучки в количестве трех штучек могут за ней следовать и ее охранять от всяких недовольств, которые здесь производят. И, в принципе, эта система более-менее помогает мне оборонять нашу базу. Возможно, мы как-нибудь с вами постреляем, но это уже будет когда-нибудь в следующий раз. Ну тогда, в таком случае, пока на этом все. Всем спасибо, что смотрели. У микрофона был, как всегда, ваш покорный слой, Гамамамору. Еще услышимся.